Господь От любви Твоей Только Ты, Господь, Спаситель мой Скажи, Ты мой, Спаситель Иисус Отклоняйся Тебе, Господь Благодарны за кровь Твою За Твою грязь, Господь За Твою жертву, Господь О, несравненный Бог, поем Тебе Ты достоин, Господь, принять всю славу, честь И хвалу, Господь Алло 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 Аллилуйя 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 Достоин Ты Аллилуйя 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 Чуд и славный Бог Аллилуйя 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 Муха живу Аллилуйя Аллилуйя Мой Господь Вечный Ты один Прекрасный Несравленный Бог Только Ты Ничто не мучит Меня От любви Твоей Только Ты Только Ты Господь Спаси Мой Благодарим Тебя Господь За Твою благодать, которую Ты изливаешь здесь, дар Нового Завета, Господь Который помогает нам совершать наше спасение Спасибо Тебе за то, что Ты собрал нас здесь всех вместе И мы сейчас находимся в Твоем присутствии И можем наполняться Твоей любовью От Которой нас никто и ничто Никогда не отлучит, Господь И мы благодарим Тебя за эту любовь, которую Ты послал в этот мир, Господь Которая воплоти, ходила и служила нам здесь и пошла на крест ради каждого из нас И сегодня она вознесена и посажена на небеса, Господь И сегодня Дух Святой, Он изливается в наши сердца, принося нам надежду Мы благодарим Тебя, вечный всемогущий Бог Ты великий и Ты чудный Спасибо Тебе за то, что Ты есть на этом месте Спасибо Тебе за то, что Ты касаешься нас Изменяешь нас, ободряешь нас, восстанавливаешь нас И ничто и никто не может нас разрушить Когда Ты рядом с нами, когда Ты касаешься нас То всякая беда, она оставляет нас И убегает, Господи, во имя Иисуса Благодарю Тебя, Господь, за Твое божественное присутствие Касайся каждого из нас Мы хотим Тебя еще больше Мы хотим пить Тебя Приходить к этому источнику воды живой И пить, чтоб реки живой воды текли у нас из чрева, Господь Наполняться Духом Святым до такой степени Чтобы не сдержать Его, Господь, во имя Иисуса Благослови, благослови, благослови каждого из нас Благослови это собрание И пусть чудеса и знамения будут подтверждать Слово сказанное, Господи, пастором Во имя Иисуса Христа Приломи сегодня меня И раздай, Господи, как хлеб небесный Во имя Иисуса Благодарю Тебя и славлю Великий, чудный, святый, превознесенный Божий Дай нам сегодня благословиться Словом Дай нам благословиться Собранием Священно-действием, которое проходит на этом месте Дай нам сегодня благословиться Во имя Иисуса молились мы Тебе И все верующие воскликнут Аминь, воздайте Богу хвалу Халлилуйя! 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 Повернись соседу, скажи в Тебе Дух Бога Живого Халлилуйя! Спасибо нашему прославлению Давайте им воздадим благодарность Аплодисменты благодарности Спасибо Вам Вы замечательны Слава Господу И я приветствую Вас В Евангельской Церкви Ковчег города Сочи Спасибо Вам Что выбрали нашу Авиакомпан... Нашу церковь Да, нашу церковь Поэтому давайте мы пристегнем Покрепче ремни И будем взлетать Мы сегодня будем продолжать говорить о верности Это самое ценное качество, на мой взгляд Которое должен иметь христианин Вот все остальное блекнет перед верностью И прежде чем мы будем говорить Я видел здесь Аслана Хотел бы позвать его Мы уже не можем долгое время дать ему слово Чтобы он немножко рассказал о том, как Бог поступает с верными людьми Когда ты верен ему Хотя бы чуть-чуть Да Привет, дорогой Пожалуйста Аслан Расскажи немного Что с тобой случилось Как это произошло Мировая церковь Коротко Хочу засвидетельствовать И поблагодарить Бога Поблагодарить всех вас Кто знает меня Кто молился в трудную ситуацию В общем было дело Так что Упал с 18 метровой высоты И остался жив Слава Богу Ну в принципе и все В принципе и все Да, вот как пастор говорит Я не знаю Много чудес сотворил Бог За это короткое время на самом деле Хотели сделать операцию Сделали Вернее две операции хотели сделать Еще две хотели Добавить Начали молиться Начали братьям молиться Я молился Церковь молилась Пастор приходил Елеем мазали Ну в общем сделали все для того Чтобы совершилось чудо Чудо совершилось Мне сделали Единственную операцию на позвоночник И хотели снять позвонок один Убрать позвонок один хотели Но Бог сохранил мне и позвонок И все остальные детали Которые были сломаны Все сохранил Великий Господь Бог Благодарю всех кто молился На самом деле Я очень ощутил в этот момент И любовь братскую И церковную любовь И вообще ну Я не знаю как объяснить словами Но Все мое нутро Благодарить Бога Благодарить каждого Из вас Кто молился Кто принимал Так или иначе Участие в этом во всем Так что спасибо большое Я не многословен Простите пожалуйста Ну хорошо Свидетельство 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 является в том Что мы видим тебя Это уже свидетельство Мы могли бы и не видеть тебя Слава Богу Велик Господь И мы приветствуем Всех Зрителей Кто смотрит нас в соцсетях Особенно те Которые присоединились Которые присоединились Вчера Приняли Видите Мы говорили о том Что Даниил Он был человеком Высокого духа В Библии Не просто Знаете Качество Бога Одно из качеств Бога Бог верный Это суть Бога Потому что в откровениях Мы видим Иисуса Христа Которого увидел Иоанн И он сказал Он верный Имя ему верный То есть имя всегда отражало суть Особенно у иудеев И Бог наш Он верный по сути своей Это не просто качество Он из верности скажем так Неправильно может быть Теологически соткан Как из любви Так и из верности Я думаю Что любовь и верность Это то что ходит рука об руку Потому что если ты любишь Ты не можешь быть неверным Ты не можешь быть чуть-чуть верным Ты полностью верен Поэтому Когда человек верный Когда христианин верный Тем самым он отождествляет себя с Богом Тем самым он носит в себе Тождественность божественную И на примере героев Библии Которых Бог поднимал О которых мы знаем Которых мы ставим в пример На которых мы хотим равняться Мы увидели или посмотрели Что в каждом из них Было то качество Из-за которого Бог поднял их на такие высоты И это качество верность И мы сказали что верность Это не причина Это следствие Определенного образа жизни Человек не может стать верным Сказать я верен Я верный все И с этого момента он вдруг верный Придут испытания И ты устоишь или не устоишь Это определенный уклад жизни В котором мы созидаем свою верность Мы сказали Верными не рождаются Верными становятся друзья В процессе жизни Как же нам стать верными Как быть верным Сегодня проповедь называется Как быть верным И я хотел бы дать вам Четыре простых правила Они может быть банальны Покажутся многим из вас Потому что вы тысячу раз Слышали их в проповедях Вы тысячу раз Слышали и читали о них И они звучали в ваших ушах Но я хочу тысячу первый раз Сказать вам Что если вы будете эти правила Иметь в своей жизни Тогда вы будете верными людьми И первое из них Оно гласит так Постоянно пребывать В слове Божьем Давайте вместе скажем Постоянно пребывать В слове Божьем Именно слово Божье Друзья Формирует в нас Правильное поведение И правильное отношение Потому что может быть ты Хочешь быть верным Но чему ты будешь верен? Если ты не узнаешь Что говорит слово Божье К чему оно тебя призывает Чему оно тебе говорит Быть верным Потому что люди иногда Сохраняют верность чему-то Не зная о том Что это неправильно Но они в этом верны Вот слово Божье Оно формирует нас И показывает Куда нам правильно направлять Свою верность Помните когда мы давали Определение верности Мы сказали что верность Это твердость Или непоколебимость А также непогрешимость И вот когда я смотрю На такого героя Как Иисус Навин Который должен стать Предводителем Израильского народа После Моисея А это дело Нелегкое друзья Потому что Моисей Он был авторитетный Сам Бог Подтверждал его Авторитет не раз Наказывая тех Кто восставал Против Моисея Он делал Это публично Господь делал Это публично И радикально Радикально Он просто уничтожал Людей Которые выставали Против Моисея Тем самым Не раз и не два Давая всему Израильскому народу Очень серьезное Научение Потому что Когда ты видишь Своими глазами Что Бог Наказывает неверного Человека За какой-то проступок Ну мало кому Захочется повторять Этот проступок Потому что ты знаешь Сам Господь Стоит на стороне Моисея И вот Служение Иисуса Навина Начинается с очень Прекрасных слов Моисей Раб мой Умер Да оно так начинается Естественно У Иисуса Навина Страх Как примет меня народ И если этот народ Когда Бог показывал Что он на стороне Моисея Раз и не два Выставал Все равно Через какое-то время На Моисея Как они меня примут Что я буду делать И Бог ему дает совет Он ему говорит Будь Тверд И мужествен Если взять наше определение Верности Можно сказать по-другому Будь Верен И мужествен Мужественен Будь Верен И мужественен И он ему дает рекомендацию Знаешь как говорит Моисей Можно оставаться верным И мужественным И он ему говорит Иисус Навина 1 глава 8 стих Все слышали не раз это Да не отходит Сия Книга закона От уст твоих Но поучайся В ней день и ночь Дабы в точности Исполнять все Что в ней написано Тогда ты будешь успешен В путях Своих И будешь поступать Благоразумно Друзья Бог говорит Иисусу Говорит Есть закон Есть слово мое Есть то что я провозгласил Тебе надо свое поведение Откорректировать Согласно этого слова Прибывая в слове постоянно И не просто прибывать Но уста твои Должны уже говорить это слово Ты должен так жить как думаешь Ты должен так говорить как думаешь Это важно Если ты будешь делать так То тогда Ты будешь успешен В путях своих И мы видим из дальнейшего прочтения Книги Иисуса Навина Что Иисус Навин Остался верным До конца своей жизни И когда в конце своей жизни Он обращается к нации Он говорит им такие слова Вы можете выбрать себе любых богов Вы можете быть неверны этому богу Как хотите Но бог доказал нам свою верность Но я говорит И мой дом Мы будем Другими словами До конца верными богу Он сказал я и мой бог Что бы ни случилось Что бы ни произошло Мы будем До конца верными богу Почему Потому что он Ну научен был В законе божьем Он знал что говорит слово божье То же самое было и с Давидом Ой извините С Даниилом Когда Даниилу предложили Яство с царского стола Даниил не стал их вкушать Почему Вопрос Он был научен В законе божьем Он знал Что это не чисто перед лицом господа И поэтому Он отказался Прибывайте Всегда В слове божьем Второе правило Молитесь постоянно Давайте вместе скажем Молиться постоянно Друзья Даниил был мужем Молитвы Даже тогда Когда ему запретили Молиться Когда против него Специально Возбудили То что царь Издал закон Против одного Даниила Этот закон Фактически был Даниил Несмотря на его запрет На запрет этого закона Пошел домой И стал молиться И написано В книге Даниила В шестой главе В десятом стихе Даниил же Узнав Что подписан Такой указ Пошел в дом свой Окна же в горнице его Были открыты Против Иерусалима И он три раза в день Преклонял колени И молился Своему Богу И словословил его Как это делал он И прежде того Друзья Посмотрите Даниил Трижды Молился В день Господу Здесь написано Что он Преклонил колени Словословил Господа Как и прежде Как и прежде Слово такое То есть Это указывает На то что Даниил Был человеком Высокой Внутренней Дисциплины Он не молился Тогда Когда ему Приспичило Скажем так Или когда Нужда какая-то Подкралась Или когда Поблагодарить Господа Вдруг что-то получилось Он молился По обыкновению Три раза в день У него Четкое было Расписание Четкий был План Молитвенный И согласно Этого плана Он всегда Молился И я вам хочу сказать Что молитва Друзья Это труд Смотрите Что говорит Александр Мень По поводу Молитвы Он пишет Многим людям Кажется Что молитва Всегда должна Приносить Духовную Усладу Они забывают О трудническом Ее характере Не ищите В молитве Наслаждение Говорит Епископ Игнатий Бринчанинов Они отнюдь Несвойственны Грешнику Желание Грешника Ощутить Наслаждение Есть Уже Самообольщение Не ищите Преждевременно Высоких Духовных Состояний И молитвенных Восторгов Заметим Что поиски Постоянно Духовного Наслаждения Есть скрытый Вид Эгоизма И стремление К духовному Комфорту Трудность Молитвы Нередко Признак Ее подлинной Действенности Друзья Некоторые Молятся Когда у них Настроение Знаете Пришло Но Все говорят о том Что молитва Это труд И вот когда тебе трудно Молиться Это бывает Истинность Подтверждения Того что ты на правильном пути Мы должны иметь Порядок В своей молитве Это не просто так Сегодня успел Завтра у тебя дела А послезавтра Закон издали Который не разрешает Молиться Даниилу Было все равно Какой закон издали Он пошел домой Упал на колени Открыл окна И по обыкновению Как и прежде Молился Молитвой Потому что У него Было четкое Постановление Как это Надо Делать Хочешь быть верным Заведи Порядок В молитве И будь Дисциплинирован В ней Молись постоянно Как-то однажды Божьего мужа Спросили Часто ли вы И много ли Вы молитесь Он говорит Пять минут Все опешили Но после небольшой паузы Он сказал Но между этими Пятью минутами Всего лишь 30 секунд Перерыв Человек Молился Целыми днями Вы можете Это делать Вы можете Молиться всегда Будьте Постоянны в своей Молитве Третье Практикуйте пост Скажи Мне нужен пост Мне нужен пост Мне нужен пост Мы видим Друзья Даниила постящимся Мы видим Когда он был юношей Взят в плен Он отказался на 10 дней От яств Которые были на столе Царя И питался Одними овощами Сегодня мы называем Этот пост Даниила И мы видим Когда ему 85 лет И он постится 21 день И в этом посте Друзья Когда ты читаешь Почитайте 7 главу Книги Даниила Там не написано Что Даниил Просил то Что ему нужно В посте Там не сказано Что Даниилу Нужно было что-то Он упал на колени И сказал Господь Пока не исполнишь Я не выйду с поста Я умру голодной смертью Это забастовка Мы видим Что Даниил постится И просит прощения За весь израильский народ Он говорит Они были неверными Они оставляли тебя И я пощусь за этих людей Чтобы ты простил их Смиряя свою плоть Чтобы я тоже был верным Правильный пост Это когда мы смиряем себя Потому что наша плоть Она ищет противного духу И нам нужен пост Для того чтобы смирить свою плоть Сегодня к сожалению Пост уже стал методом Достижения целей Это да Может быть как Сопутствующий поста Но Все таки пост Это когда мы смиряем себя Перед величием Господа Когда мы смиряем свою плоть И возвышаемся в духе Ищем его лица Дорогая церковь Нам нужен пост И я взываю к вам И призываю вас Каждую среду Вернуться в пост Чтобы мы опять Постились как церковь Каждую среду И перестаньте себя Уговаривать Что вы немощны И не можете один день Попоститься Можете И Бог вам даст благодать Давайте как церковь Будем поститься Я обратился к лидеру Молитвенной группы И я сказал После отпуска Мы составим план Постов на год У нас будет план Постов на год Трехдневные Семидневные Посты Двадцатиднодневные Посты Мы будем как церковь Поститься Нам нужно это Для того чтобы Быть людьми верными Скажите аминь Аминь И последнее правило Выбирай себе Правильных друзей Вот это вот Очень сильно Чтобы мы Выбирали себе Правильных друзей Потому что когда мы видим Даниила У него были Правильные друзья Когда ему надо было Растолковать сонного Худоносора Он пришел К своим друзьям И попросил Их молиться И они молились До тех пор Пока Бог Не друзьям Заметьте А самому Даниилу Не дал толкование Сна А есть другие друзья Которые пытаются Влиять на нас Я хотел бы привести В пример Давида Еще одного персонажа Который Тоже имел друзей Когда он убегал От царя Саула Он прятался В одной из пещер И в эту пещеру Вошел Саул Помните этот случай? И тогда Друзья Давида Его приближенные люди Которые были с ним В этой пещере Потому что я сомневаюсь Что там было 400 человек Очень уж тогда пещера Огромная Наверное близкие его люди Были вместе с ним И они ему говорят Такие слова Вот День О котором Говорил тебе Господь Вот я Придам Врага твоего В руки твои И сделаешь с ним Что тебе угодно Саул заходит в пещеру Один Без охраны Там находится Даниил Все выглядит так Даниил Давид извините Все выглядит Как будто Сам Господь Устроил эту встречу Вот она Ситуация Когда ты Можешь Закончить Все Одним Ударом Меча И друзья твои Рядом стоят И говорят Точно это та ситуация Это точно то Они такие советчики Знаете Они совет говорят Посмотри Даниил Все сошлось Давид Все сошлось Бог тебе говорил Что такой день будет Когда он уничтожит Твоего врага Вот этот день Настал Давай Действуй Немедли Это может быть Единственный шанс Потом будешь Жалеть Всю оставшуюся жизнь И Давид Берет И отрезает Край Одежды У царя И написано В двадцать четвертом стихе Первая книга царств Давид встал И тихонько Отрезал край От верхней одежды Саула И после сего Больно стало Сердцу Давида Что он Отрезал край От одежды Саула И сказал он Людям своим Да не поступь Не попустит мне Господь Сделать это Господину моему Помазаннику Господню Чтобы наложить Руку мою На него Ибо он Помазанник Господень Друзья Послушайте Сердце Наполненное Духом Святым Вот твой Правильный советник Больно Стало Сердцу Друзья Советовали Давай Да не Давид Давай Действуй Это как раз То время Но когда он это сделал Сердце вдруг Защемило Оно ему показало Давид Нет Это не то время Давид Это не тот час Давид Я не хочу Чтобы руки Помазанника Вернее Кровь Помазанника Была на твоих руках Давид Все свершится Совершенно По другому Но друзья Советовали Какие у тебя Мой друг Друзья Те которые Как у Даниила Молятся за тебя И ждут Пока ты от Бога Получишь ответ Или они ищут Как бы тебе дать Самый правильный совет Знаете Есть друзья Такие как болезнь Которые находят тебя Ведь всегда Самый неожиданный момент А есть друзья Как воздух В которых ты Всегда нуждаешься Знаете Худые сообщества Они развращают Чистые и добрые нравы И наши друзья Которыми мы себя окружаем Они могут либо положительно влиять на тебя Либо отрицательно влиять на тебя Если твои друзья Постоянно стремятся тебе дать совет Но никогда не берут ответственность Держись подальше от этих друзей Они не нужны тебе Такие друзья были у Иова Они все знали Читаешь их слова Это прям ну вообще Кладис знаний Они все знали Как Бог действует Как человеку надо было действовать Как Иову надо было поступить Они знали Почему у Иова это происходит Где он ошибся Они все знали Кроме одного Они не знали Что Иову сейчас не советы нужны были А поддержка Знаете Вот есть у нас в жизни Такие друзья Которые советы дать гораздо Но когда тебе нужна поддержка Их почему-то не оказывается рядом с тобой И конечно же по причине У них веская причина Я никогда не забуду В своей жизни такой случай Мы были подростками Юношами И у нас так в поселке было заведено Что мы постоянно соперничали С теми парнями Которые пришли после армии Мы вот уже в старших классах А парни которые приходили после армии Они пытались давлять над нами И мы не соглашались И иногда происходили такие знаете кулачные бои И вот в очередной раз Произошел такой кулачный бой И вот мы подростками деремся Ну я дрался не знаю Простите вот так было в моей жизни Вот такой у вас нехороший пастор Может быть И мы деремся И я помню Мне так сильно ударили по лицу Нос вывернули Все такое Кровь идет И я поднимаю глаза И мои друзья убегают с поля битвы Ну я посмотрел Вроде бы немалое количество их убежало Вроде ты не первый Стартанул знаете И я тоже припустился за ними И убегаю Метров двести к колонке подошел Умываю лицо свое И понимаю что два моих друга Остались там И знаете мне так стыдно И страшно Кровь течет Нос на бок А внутри стыд И думаешь сейчас вернешься Тебе его в другую сторону выправят Слава Богу Если на место поставят А то могут влететь в другую А не вернешься Потом как то надо друзьям объяснять Где ты был И знаете сразу такие мысли Там ну ты уже раненый Тебя с поля битвы вынесли Ты уже свой долг отдал Все успокойся Вон те друзья они тоже убежали И я боролся Боролся И знаете стыд Переборол страх И я пошел Склонил голову Пошел и смотрю Такая толпа стоит После армии Вот этих ребят А с ними было еще Пару старших И два моих Другов в центре стоят И они им что то говорят И я прихожу Они развернулись Говорят иди сюда И поставили меня в центр И говорят моим двум друзьям Вот вы верные Вы до последнего здесь были Честь вам и хвала Всегда держите А он на меня показывает Бросил вас И убежал И мне хоть сквозь землю провалиться Думаю Господи мой Какой позор Но они потом говорят Но вернулся назад Держитесь втроем Этого дорогого стоит Что он вернулся назад А остальные Говорят вас бросили И даже не вернулись И мне такое облегчение Я хоть и вернулся Думаю Я третий Пусть не первый Я третий Друзья Вот так и в жизни Когда у тебя все хорошо С тобой столько друзей Но лучших оставляет время Лучших оставляет испытания Знаете Хороший друг Он всегда рядом И он даст совет Когда нужно Когда ты его попросишь об этом Он не выскочит со своим советом Он не будет тебя учить Как надо жить А есть те Которые постоянно учат Постоянно знают Как надо жить Я хочу от таких людей Подальше держаться Вот если мне нужно Я приду и спрошу Как? И ты мне тогда Вот дай свое время На совет А когда мне не нужно Зачем? Зачем вы лезете В мою жизнь С вашими советами? У меня есть сердце Наполненное Духом Святым И мой самый лучший Друг Иисус Иисус Вот иногда Иисус Хочет использовать Других людей В мою жизнь И он приведет И тогда слушать приятно Оно как Елей на сердце Иов сидит Он сидит У него все разрушено А его друзья Они ему рассказывают Какой он плохой Зачем? Зачем мне слышать Что я плохой Если я это чувствую? Если у меня уже все Кожа сходит с меня Зачем вы мне рассказываете об этом? Зачем вы мне рассказываете? Побудьте просто со мной Помолчите И вы помните что произошло в конце? Бог говорит Пока Иов Не помолится За вас Вам не будет прощения Интересная ситуация Я думаю Почему Иов? Ну Иов был хорошим другом Он все это выдержал Я бы уже на первом сказал Давай до свидания Уходите отсюда А он все это выслушивал Будь хорошим другом тоже Сам будь дружелюбен Будь сам хорошим другом Смотри за это Будь верным другом Если ты будешь иметь верных друзей И будешь сам верным Ты тогда в верности будешь пребывать Потому что друзья будут являть свою верность И ты будешь являть к ним свою верность Послушайте друзья Верным быть еще и выгодно Полезно Потому что Слово Божье говорит Что глаза Бога на верных И они всегда при нем Вы знаете тот человек Который имеет верность Он настолько рядом с Богом ходит Только по одному этому качеству Что даже львы его не едят Потому что когда Даниила бросили в ров Его львы не притронулись к нему Потому что львы Бога не едят Они не едят Он настолько близко был с этими С Богом Даниил Что львы даже не прикоснулись Здесь сказано О том В 23 стихе Когда поднят был из-за рва Даниил И никакого повреждения не оказалось на нем Потому что он веровал в Бога своего Я много видел таких картин Когда Даниил стоит во рву Знаете вот в такой позе Смотрит куда то там в окно А сзади львы такие сидят И сразу песня Ап и львы И тигры у ног моих сели И все так думают Даниил в ров зашел Сказал так киски по местам Все по местам Встал вот в такую позу И стоял ждал Это не было так Это не было так Даниила подняли И я понимаю что он в страхе был Он смотрит на этих львов Они рычат Потому что Писание говорит Что лев ищет кого поглотить Он рычит И когда они смотрели на него На Даниила Они рычали Но сказано здесь Бог им челюсти сковал Может быть они и лапой Мотали Может быть они и рычали громко И скорее всего Даниил дрожал Забившись в угол Но он видел что они не могут Ничего сделать Потому что львы Бога не едят Потому что он был верный Богу Вы знаете Дьявол Он всегда атакует Наше зрение И наши уши Он рычит И показывает нам Он хочет нам нарисовать картину Чтобы наши глаза Увидели это И мы стали бояться Он хочет нам сказать что-то Когда приходят И в твои уши что-то залетают То эти слова Они тоже созидают в тебе страх И не страшно то что дьявол Тебя физически уничтожит Страшно то что он тебе говорит И то что он тебе молюет Но помните я рассказывал о том Что в день пятидесятницы Дух Святой сошел на учеников И дал им два знамения Первое он дал им знамение для глаз Они увидели как бы огненные языки И второе он дал им знамение для ушей Они услышали Поэтому когда ты наполнен Духом Святым То Дух Святой созидает тебе верность таким образом Он делает так что твои уши Начинают слышать правильные слова Божьи Которые созидают твою веру А твои глаза начинают устремляться на начальника И совершителя твоей веры И тогда ты становишься человеком верным Помимо того что ты перестаешь бояться львов Ты начинаешь их догонять Ты начинаешь их брать за космы Открывать им пасть и доставать у них то Что они у тебя украли Потому что ты наполнен Духом Святым Халилюя Аплодисменты Давид смотрел на этих львов Которые забирали у него овец из стада И он догонял этого льва И он раздирал этого льва И если ты сегодня наполнен Духом Святым И если ты сегодня верный человек Помимо того что к тебе не будет прикасаться Не будет прикасаться зло Оно будет обходить тебя стороной К тебе не будет прикасаться беда Потому что она будет обходить тебя стороной Ты сам еще будешь этой бедой управлять И сгоняя ее не только из своей жизни Но из жизни своих родственников Из жизни своих друзей И из жизни своей компании Потому что львы не могут есть Бога Аллилуйя. Бог всем правит, друзья. Если только ты будешь верен. Потому что Слово Божье говорит, лев, львы ходят, рычат и ищут кого поглотить. Но если только мы встанем на сторону Господа, заняв позицию Бога, став Ему верными, они говорят, что? Что с ними случится? Кто помнит? Убегут. Они убегут. Он убежит. Он убежит от вас. Убежит в страхе и в испуге. Давайте будем верными людьми. И знаете еще, последнее, и я закончу. Мы попрощаемся с нашими телезрителями, особенно зрителями канала Вера 24. Будьте благословены. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!